здорово ну что свою честь сделки вы выполнили я выполняю свою под прошлым видосом вы собрали большую кучу комментариев большую кучу лайков и конечно же просмотры полетели вверх я бы сказал среднячок просмотры но вы оживились меня замотивировали так что я выполняю свою честь сделки снимаю для вас второй видос за неделю продолжаем в том же духе под этим видосом все в том же стиле и следующий видос не заставить долго ждать но сегодня я хочу поговорить с вами о воббере который одновременно и может в любить себя но одновременно может и выбесить и вы его возненавидите всей душой может быть это у меня так потому что давние подписчики знают что у меня особая история с поверхностниками и составными воблерами то есть догадывайтесь что какой выборок у меня здесь может лежать немножечко отступлю расскажу истории многие спрашивают почему ты не показываешь на канале попперы волкеры различные кроулеры поверхностные приманки другого типа все просто я не могу на них ловить у меня рыба на них не ловится не могу час кидаю два кидаю не поклевки когда еще кто-то с тобой в лодке ловит на другую приманку а ты мучаешься и не можешь словить хотя все идеально проводка идеально рывки идеальные там погодные условия идеально но у тебя на нее не клюет вера в эту приманку у меня пропадает и не могу себя в последующих рыбалкой заставить ее разлавливать так что сегодня речь пойдет о составниках а конкретно от копии от компании all blue на joint smith минул это приманка меня в некоторой мере удивило и в некоторой мере опять же загнала в ступор но обо всем по порядку построим наш видеоролик таким же образом как и прошлый для начала посмотрим вблизи на уберки посмотрим на лак посмотрим на краску фурнитура крючки короче вы все сами знаете что вам рассказываю а в дальнейшем перейдем ближе к простическим навыкам так как этот в бирок я также довольно таки изрядно в этом сезоне покупал водички и мне есть что о нем вам рассказать итак технические характеристики все по той же системе пойдем выберем воблерки на которые самый часто ловил как вы можете видеть конечно же эти которые уже распакованы и от не будем отталкиваться рассматривать их более подробно и давать вердикт и оценку техническим характеристикам и так эти откладываем кислота вы все прекрасно знаете что я также обожаю кислоту но к сожалению меньше чем натуральные цвета и так остается здесь у нас два вблер к в натуральных расцветках давайте их поближе сюда подвинем так вот она мне мешает давайте посмотрим на них поближе и так что хотел бы заметить лакокрасочное покрытие первое что бросается в глаза многие пишут и многие не уверены что составники отлично держит лакокрасочное покрытие тем более китайские составники но вы понимаете что это сарказм да и я хочу вам показать насколько крутое покрытие в этих воблеров то есть эти воблерки я наиболее часто гонял так как они в моих любимых цветах битое стекло это вообще шикарно переливается посмотрите как на свету и посмотрите не на пузе не на боках не единой царапки от крючков и этот воблер такой же посмотрите все лакировано никаких подсеков никаких сколов после сезона ловли на эти воблера у них не обнаружено я не знаю как еще доказать что у этого воблера офигительное лакокрасочное покрытие далее приблизимся возьмем этот воблер за основу я хочу вам показать какие здесь стоят крючки здесь стоят крючки с цевьем с цевьем уже заговорил жалом загнутым вовнутрь что по моему мнению очень круто себя проявляет на воблерах до 110 размера именно с таким типом крючка и типоразмером крючка то есть небольшие крючки но отлично держат просто впиваются и прилипает к рыбе за счет вот этого изогнутого жало вовнутрь далее ну на таких мелочах как там заводные кольца там дырки я думаю что уже нет таких дураков которые верят в то что там все китайцы пьют воду не хочу даже показывать застрять внимание и посмотрите как отлично работает у нас система которая приводит нашу заднюю часть или хвостовую часть слева угодно воблеров движение с одной стороны и со второй стороны ничего не будет залипать все также отлично прокрашена можно посмотреть что система проста и ничего там не сломается не залипнет не заржавеет все отлично у нас будет работать и ходить в головной части этих воблерков располагается два шарика которая является системой дальнего заброса и эти воблерки у нас по 110 миллиметров заглубление по завлению продавца один метр в принципе так но и есть на практике и вес этих воблеров около 12 грамм и так вроде бы с техническими характеристиками выбирка мы разобрались давайте сейчас перейдем поближе к практике так как этот воблер и довольно таки часто использовал на рыбалке мне интересно было его разловить я подметил некоторые нюансы особенностей и о них я хотел бы вам рассказать во первых я считаю что этот воблер универсал кто бы что не говорил о настоящем то есть подлинном джойн смену кто бы что не говорил об этой копии я в большинстве своем не согласен с мнением либо блогеров либо авторов каких-то статей многие пишут что этот воблер предназначен только для стоячей воды я считаю что это неправда он отлично себя ведете на течение то есть воблер универсален я его использовал как настоящего деток и на течение и могу вам рассказать что на течение он отлично себя ведет как и по ходу течения twitching замечательная игра не сбивается так и при ловле обстримом локальные точки коряжки какие-то мутки вы можете спокойно им облавливать ловя против течения этот воблер не подведет путаться не будет игра не будет сбиваться ну а настоящих водоемых составники вы сами прекрасно знаете что показывают просто себя отлично но не у меня то есть первое воблер универсален второе у воблера замечательная игра на всех типах проводок на медленной проводке равномерки он выдает отличные галсы при стоп-энд-глоу он имеет замечательное остаточное колебание и при твичинге у него замечательная игра раненый взбежь сбесившийся рыбки и можно даже так выразиться что при активном твичинге жопа догоняет голову воблера то есть реально он вокруг своей оси может крутиться может сложиться пополам ну этого мне описать это вам надо увидеть и попробовать самим чтобы понять о чем я рассказываю то есть воблер очень просто в анимации я рекомендую этот воблер для тех кто хочет себя попробовать в ловле на составники либо же она под поверхностные и поверхностные приманки с этим воблером у вас не возникнет проблем не в анимации не в каких-либо других аспектах чтобы соблазнить хищника на поклевку если вы верите в эту приманку опять же и третье я бы хотел сказать что этот воблер ну за счет своего строения за счет продолговатого своего тела и небольшой лопатки и в том числе малого заглубления отлично подходит для жабовников мелкомодных озер каких-то запрут заток это воблер именно по таким местам никто не отменяет того что этот воблер внимание отлично ловит судака многие ловят судака на этот воблер именно на дорожку либо же как мы еще говорим троллинг отлично ловится судак отлично ловится судак и на твичинг когда выходит он на ночную кормежку в городской черте я очень много статей читал что этот воблер отлично ловит именно по цветам фонаря когда вы знаете что стритфишинг у нас популяризируется развивается вот этот воблер очень часто многие используют в городских рыбалках на судака по меликам но если у вас есть точки на озерах земляками где судак выходит ночью на кормежку этот воблер опять же будет отлично косит судака то есть видите сколько плюсов воблер универсален во всем но и подкинем немножко конечно минусов минусов не самого воблера так скажем конкретно этого joint minnow а минусов всех составников по моему мнению самый главный минус это то что составники обладают не дальнобойными качествами а весьма посредственными которые много кого могут не удовлетворить но опять же вы должны понимать что это составник он не будет далеко лететь у вас не получится его забросить за горизонт за счет строения воблера воблер парусит и для того чтобы его забросить на дальнее расстояние вам понадобится довольно таки тонкая плетенка но опять же из довольно таки тонкой плетенки так как воблер поверхностный щука заглатывает его бывает прямо там в шахту как говорится и довольно частые срезы если использовать тоненькую плетенку дабы увеличить заброс то есть это главный минус который я бы отнес именно к этому воблеру ну так как он составник ну и второй минус которым я также хотел упомянуть бы я бы даже сказал что он вытекает из первого или ответвляется от первого минуса этот воблер будет обладать довольно таки плохими полетными характеристиками сочетании с кастингами удилищами и мультипликаторными катушками вы понимаете все что за счет своей парусности и строение и особенности ловли на мультипликаторный мы этот воблер не сможем послать за горизонт а в принципе то на этом минусу этого воблер к заканчивается в остальном основные плюсы по моему воблер получился довольно таки удачным но не для всех в частности не для меня так что эти убирки возможно мы в скором времени разыграем ставьте лайк пишите комментарии те кто хочет чтобы эти убирки оказались у вас на халявы в коробке но на этом у меня все так что давайте продолжайте лепить лайки подписываться на канал если остались какие-то вопросы пишите задавайте в комментариях ссылку на прошлый ролик найдете в подсказке под видео либо же здесь подсказку на экране вам сделаю всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok